Добрый день уважаемые трейдеры инвесторы, сегодня 17 января, вторник, представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании ИнстаФорекс, логотип которой мокрыми отчасти глазами вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, что интересно, прошел выходной у нас в США, день Мартина Лютера Кинга, надеюсь сегодня волатильность будет повыше на американской сессии. Сегодня я дал еще одну торговую идею по евро-доллару, которая уже пошла в отработку, я ее кстати давал и в торговом чате и на форуме. И очень любопытная новость, про которую еще пока никто не говорит, но ночью будет ставка по иене и трейдунишки с ужасом ждут решения Банка Японии. Давайте обсудим эти и другие идеи на графике, поехали. Так, еврик, так, этого мне надо. Начнем мы с золота. Золото. Значит, что по золоту? Золото пошло в коррекцию после такого, скажем так, предновогоднего ралли. Сдувается. Падать, конечно, есть куда. Но, к сожалению, я продолжаю игнорить движение по золоту, пока ничего такого, кроме внутреннего бара на хаяху, нет. Но я не стал его трейдить, потому что он не кульминационный и пока ничего не предпринимаю по этому инструменту. Целей, конечно, внизу масса, вот, но каких-то вот прям классных площадок нет, потому что когда золото росло, оно периодически вытряхивало здесь всех и вся. Вот, куда ни кинь, везде вот эти экстремумы, они аккуратненько пробиты. Вот, если видите такие истории, это признаки, признаки продолжения трендов. Вот, в такое можно запрыгивать. Ждем, пока золото сконсолидируется и тогда, тогда что-нибудь будем придумывать. Евро-доллар. Что сегодня я давал по евро? Давайте посмотрим. Идея была простая, и она продолжение вчерашней торговой идеи. Золото, вернее, евро-доллар к открытию Европы набил такой любопытный аукциончик с верхней четкой границей. Ну, я предположил, что заброс в эту зону до слома был бы любопытен для поиска шартовых комбинаций ваших любимых свечулек. Вот, собственно, вышла инфляция в евро-зоне, да, или где там, по-моему, да. Ну, и по большому счету рынок отреагировал отрицательно. Я надеюсь, что все-таки пойдет вниз. Потому что здесь был очень аккуратненький захватик. Вот здесь, видите, очень аккуратненький, но мы сумели героически зацепиться с ребятами в торговом чате. Я надеюсь, что ну хотя бы вот это мы должны пробить. Ну, в любом случае, это уже безупыточная позиция. Вторая цель – это вот этот минимум. И третья цель – это инфляция в США. Вот этот минимум, он не пробивал, кстати, минимум соседнего дня. Вот эта зона фиксации прибыли по шортовым позициям. На мой сугубо, как вы понимаете, некомпетентный взгляд. Дальше. Фунтик тоже сдувается. В принципе, та же самая история. Тоже ложный захватик. Обратите внимание, ведь инструменты идут ноздря в ноздрю. Тоже инициатива. Откат. Ложный пробойчик. И вполне себе инструмент может сдуться, как минимум, по вот этим экстремумам, как максимум. Ну, хотелось бы, конечно, сюда, в том числе. Вполне логично. Сейчас Америка откроется и даст дрозда. Доллар-иена. Доллар-иена. Ставка ночью. Пишут предварительно всем по Москве, но это так, два локтя по карте. Надо смотреть новостной календарь уже как можно ближе к возможным событиям. Ну, хотя бы сегодня ночью, да? Ну, либо поздно вечером. Вот. Что там решит Курода, никто не знает. Все боятся, трясутся. Потому что то, что он тут нарешал в свое время, как бы дало 25 тысяч пунктов движения вниз. Что бы я здесь рекомендовал? Я бы рекомендовал не трейдить доллар-иену, а трейдить кросс с иеной в рамках сеточного метода торговли. Такие инструменты, как франк-иена и кат-иена. При движении вниз можно было бы набирать ланги. Вот так. Но это мы обсудим чуть дальше. В принципе, если опять же иена усилится, ну, соответственно, доллар-иена упадет, то, ну, естественно, это будет пробой майских уровней. Соответственно, на повышенной волатильности было бы любопытно, допустим, сыграть там на отскок, к примеру. Но это не относится, конечно, к мажорам. Но это, в принципе, все та же самая торговая идея набора кроссов. Через иену, но без американского доллара. Доллар-франк, доллар подваливает у нас вниз. Пока вот история с набором этого инструмента в ланге в рамках сеточного метода торговли. Вы видите у меня на графике, она не меняется. Ждем пробоя минимума года и набираем в ланге. Переходим к красам. Красам в рамках сеточного метода торговли. Все мы краса рассматриваем. Сегодня инфляция по Канаде. Канадский доллар везде сдувается. И это, конечно, не очень хорошо для тех, кто держит канадские позиции. Поэтому ждем ставку 16-30 с Канадой. Я надеюсь, что подрастет. Подрастет и наши сетки начнут расторговаться в плюс. У канадца иены был шанс купить вчера. Я говорил, что в принципе нормальная тема. Подбирайте. Но напоминаю, что здесь есть иена и она будет ночью шалить. То же самое и с франк иеной. Обратите внимание, что инструмент не дал пробоя этого минимума. Я думаю, что вот эта натяжка, которая сейчас происходит. Временное ослабление иены. Это как раз перед куродой. Потом это все бахнет вниз. И в этом внизу вы можете поднабрать ланги. И потом выскочить на зеркале. Это может произойти даже в течение нескольких минут, либо часов. Поэтому просто поставьте сетку лимитных покупок с шагом не менее 1000 пунктов по пятому знаку в инструментах, где есть иена, где есть евро и где есть доллар, кроме доллар-франка. Так, дальше. Аудикат. Те, кто начал набирать шорты по моей рекомендации сейчас, по моей, вернее, торговой идее, нам сейчас нельзя говорить рекомендации. Уже что-то у вас должно быть в плюсе. Вот. Новозеландец, канадец не очень хорошо себя чувствует. Но, в принципе, флетит в этой зоне. Он любитель постоять в диапазонах. Но, надеюсь, что все расторгуется вниз в рамках нашей идеи на понижение и тесте зеркала 0.82.250. Новозеландец, франк, тоже сдувается, но пока вне наших интересов. Австралиец, новозеландец тоже пока флетит. Многие ждут откатов полтинчик. Ждите. Я пока жду только теста вот этих зон и в другом месте этот инструмент торговать не буду. Что касается нефти, обратите внимание, что творится на нефти на недельном таймфрейме. Это называется поглощение. Первая цель с этого поглощения должны быть вот эти вот цели, вот эти стопы продавцов. То есть, минимум 83 доллара, я думаю, мы должны увидеть. Вы помните, да, что я стою в лонгах от слома H4. Вот. И жду этой зоны. И буду невероятно счастлив, если мы сюда дойдем. Вот. И, собственно, приорная техника отработает еще раз. Биточек. Биточек хорошо идет. Вот. Ну как. Хорошо шел. Вот. Но последнее время не идет. Ну понятно, что тем что, выходные, как бы в США, там, Мартины и так далее. Лютеры. Вот. Ну много там их было. Но просто так тупо купить на таких хаях, как вы понимаете, мне не позволяет трейдерское терпение. Да. То есть, я хочу купить дешевле. Трейдерские принципы, я бы сказал. Купи дешевле, купи дешевле. Ну где-то в районе хотя бы 18 тысяч. Если дали бы откат, я бы купил. То есть, то, что я нарисовал, это не нужно продавать, как многие могут сейчас посчитать. Я считаю, я вижу только лонги. И лонги нужно просто сделать для себя по лучшей цене. Пока цена меня не устраивает для покупок в спекулятивных интересах, целях. Так, Тесла у нас пока не ходит особо, потому что выходные. Но я жду роста туда по 200. Доллар-рубль болтается у нас на границах. Но это совсем не ложный пробой диапазона. Как бы это не зарождение нового лонгового тренда. Если убрать вот этот диапазон, допустим, то у нас, собственно, что мы имеем? Мы имеем слом такой вот легкой шартовой тенденции. У нас вот здесь был хай, вот здесь был хай. Собственно, выход. И мы снова можем увидеть 70 и 80. Я вообще не удивлюсь этому событию. Поэтому пока ничего здесь такого классного не вижу. Падение прям придержали, придержали. Но самые большие волатильности по этой паре происходят только исключительно после политических событий и заявлений наших горе-руководителей. Вот поэтому рассчитывать на какую-то большую волатильность я пока именно в шартовом сценарии в этом инструменте я бы не стал. Сейчас они чуть накоси порят, все опять улетит наверх. Поэтому спекулировать доллар-рублем в рамках, допустим, дневных тенденций, там, нескольких дней, недель я бы не стал. Это очень опасно. Очень инструмент, потому что открыться где угодно. Так, что у нас по американской фонде? Фонда, напоминаю, что S&P и NASDAQ закрыли очень хорошие торговые недели. И, возможно, уже ставят точку на шартовых тенденциях. Потому что интересная ситуация. Смотрите, даже NASDAQ, S&P, неважно. Вот эта инфляция в прошлом месяце, а вот эта инфляция внутри недели, которая находится в этом. И все это друг друга компенсирует. Эта инфляция по телам фактически съела эту инфляцию. И инструмент потихонечку поджимается к трендовому сопротивлению. То касания были такие редкие. Можно по-разному начертить. То теперь он начинает прилипать, прилипать. Вот эти все прилипало, заканчиваются потом хорошими пробоями. Поэтому будьте аккуратны. DAX и STOX это вообще какая-то просто какая-то бычья вакханалия. Что творится на европейских рынках. Ну, повезло им, конечно, с погодой. Теплая зима. И, в принципе, они чувствуют себя пока неплохо. Индекс доллара. Прошлую неделю закрыл пин-баром. Я думаю, что как минимум по стопам двух недель мы пройдемся. Вот здесь. Ну, а там дальше будет видно. Так, 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 так. Что еще? Что еще, в принципе, в принципе, так. У нас там были еще какие-то кроссы. Кроссы, по-моему, такие полудремучие. В самом конце. Еврокады, аудикады. Еврокад очень интересно. Может, если сегодня будет какой-нибудь нежданчик. Либо после него. И мы пробьем вот эту зону. Еврокад можно бы поднабирать в шорты вот этой зоне. Аудикад, ну, просто король флета. Вот, но, правда, он такой длинноходный. То есть, с ним надо тысячу пунктов, не меньше. В принципе, что здесь можно с ним поработать? Ну, в этой зоне набирать шорты. Вот, на то есть зеркало. И, наверное, бы вот в этой можно что-то подлавливать ланги. Ну, примерно такой диапазон. Сколько здесь? Ну, вот, 7000. Нормально. Еврофранк. О, Еврофранк отработал. Помните, я вчера говорил, можно набрать его в шорты. Блин, я не дал торговую идею. Ну, почти отработал. Можно набрать шорты после пробоя. Те, кто набирал, сколько здесь? Полторы тысячи пунктов. Ну, уже чуть-чуть и будет из зеркала. Вот так. Напишите, кто взял. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Один из комментариев. Поехали. Так, Ядов, спасибо. Четкая аналогия пользы. Так, Еврокат, Евроауди. От себя бы такую стратегию дал бы набор сетки текущих либо от уровня 1.46 с закреплением. Так, ну, вы хорошо открыли глаза, что инструмент двигается долго по тренду. Терпения чую не хватит. Да просто забейте на эти позиции. И все. И терпение само придет. По-моему, самый логичный совет. Так, Руссав. Мастер-класс по А4 нужен однозначно. Давайте сделаем. Ядов. Ауди франк. Зашел бы в ланги. Ауди франк. Ну, в ланге, я так понимаю, это не по сеткам. Ауди франк. Он же у нас как бы там шортовая торговая идея. Ауди франк. Так, 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 так. Сейчас посмотрим. Аудин за д. А, я его не даю, да? Давайте дадим. Так, ауди франк. Так, так, так. А, вы в ланге. Вы собираетесь его по теханализу потрейдить. Вы думаете, что он, типа, это импульс, это откат, и дальше пойдет наверх. Не прикручивайте теханализ к красам. Это самое плохое, что нужно придумать. Торгуйте его сетками. Это лучший вариант, поверьте. И просто не нарушайте объемы, которые я рекомендую. И шаги. Вот. Так, дальше, дальше. А, да. И торгуйте красы на счетах без начисления свопов. Через мою партнерку это свопы не будет накапливаться никогда в вашей трейдерской жизни, что невероятно круто, и больше ни один брокер такое не предоставляет. Только инстафорекс, и только через вашего покорного, но, к сожалению, не самого дальновидного слуги. Так, диджей, диджей. Здравствуйте, очень интересно. Так, это по нефти и сломе золота. Да, да, я понял. Алекс Z. Андрей, в четверг США достигает долговой потолок, что может отразиться на фондах. Тесла режет цены. И 25 января. Так, может, покажут доходы, которые, по сравнению с ним, будут неутешительны. Желаю удачи. Спасибо, Алекс. Если Тесла провалится ниже соточки, я, наверное, буду ее набирать сеткой. Почему бы нет? Как минимум, откат назад к сотке будет, просто отработают этот гэп, там, допустим, после, допустим, отражения доходов. И я просто отработаю, как бы, ну, откат, да. Мне, как бы, там, суперцен не надо. Есть позиции, которые я хочу увидеть, там, по 200, а есть, допустим, позиции, которые я хочу увидеть, допустим, чтобы компенсировать, допустим, новостной гэп. Почему бы нет? Просто разные объемы на это закладывать и все. Насчет долгового потолка. Вот, ну, я не слышал. Вообще, вот эта история с долговыми потолками, она же регулярно всплывает. Вот, но я не слышал, чтобы на этом кто-то строил стратегию. Ну, понятно, будет двигать потолок дальше. Ну, и что, был большой, станет еще больше. Долларами пользуется вся планета. Хотите пачку долларов? Конечно, вы хотите. Ну, вот и весь ответ на вопрос. Все хотят баксы. Поэтому спрос на них пока еще высокий. Павел, запомнилась фраза с предыдущего видео «Занести ожидания от рынка». Андрей, расскажите молодым, чего стоит ожидать на самом деле. А то, черемушка Индима рассказывает везде о своих тысячах процентов. Герчик по 500 тысяч долларов за год. Один трейд. Еще многие. Вот и ожидают новички виллу на Канарах за месяц. Дорогие мои трейдунишки, что значит занизить ожидания? Просто поставьте для себя какой-то предел. На мой взгляд, если вы более-менее разбираетесь в торговле и торгуете руками, и у вас устойчивая психика, то сделать примерно 100% за год можно сделать. То есть до 100%. То есть если у вас на счете лежит 4 доллара, то в конце года там может лежать 8. Ну, может лежать и 0. Но не нужно думать, что вы из этих денег сделаете миллион, допустим. То, что там кто-то что-то рассказывает, ну, это же все рассказы. Никто же ничего не показывает. Поэтому мой совет начинающим, ну, я так понимаю, у нас вчера был там дискусс, точнее как дискусс, мой монолог в телеграм-чате партнерской программы, где я, собственно, там общался с одним начинающим трейдером. Вот, и я всех очень-очень аккуратненько предостерегаю в самом начале, что этот рынок рискованный. Вы должны это понимать. Вы можете, действительно, технически вы можете заработать много или даже бесконечно. Но вы рискуете очень многим, то есть всем. Поэтому эти розовые очки я снимаю с тех, кто пытается, собственно, зайти налегке. Второй момент, то, что я вчера рекомендовал начинающему. Вот попробуйте сделать трейдинг именно своим хобби. То есть попробуйте попытаться сделать так, чтобы это занятие вам понравилось. Пусть там на демо-счете, на центовом счете, на рублевом. Если вам нравится разгадывать рыночные ситуации, новости, там вас дотянет, просто сделайте это своим хобби. Если это хобби будет иметь перекос вероятности в ваших сигналах, либо в ваших ожиданиях, тогда вы из этого хобби можете сделать бизнес. Но если вы совсем нулевой, как вчерашний товарищ, который кому-то давал деньги, и кто-то этими деньгами управлял, непонятно кто на самом деле, и это все потерялось, то, естественно, и ощущение после этого будет крайне негативное. То есть сначала разберитесь, вообще это ваше, либо не ваше. Что это такое? Может, это вообще не ваша история? Я знаю очень много предпринимателей, которые пытались, в том числе и через меня, зайти в рынок. И я многих просто отговаривал, потому что их психологические установки, жизненные, они не работают абсолютно в электронной среде, в электронном мире, где нет поставщиков, нет такого прямого рынка, где можно что-то там подхимичить, надавить и так далее, отсудить. Вот здесь, если фунт пошел, то сколько миллионов в него не кидаем, он все перемелет, перемолит. Поэтому надо все делать поэтапно. Сначала разобраться и делать все самому, никому ничего не доверять. Потом найти свой метод, который вам подходит. Интервал, в рамках которого вы, допустим, анализируете рынок, каждую минуту, каждый день, либо каждые 4 часа, к примеру. Потом выстроить торговый метод, который плюсует, к примеру. Проверить все в симуляторах, в демо-счетах и так далее. И потом уже заводить какие-то деньги. Вот такое мое сугубо некомпетентное мнение для тех, кто пытается зайти в рынок. Иначе это все будет чревато большими потерями. И психологическими срывами, которые могут надолго выкинуть вас из рынка и даже из реальной жизни. Так, у меня у декады, заходил в шорты. Это понятно, это я говорил. Так, Андрей, привет из Риги, от Старой Гвардии. Александр Минин. Мне кажется, я его знаю. Вы были на слете трейдеров, по-моему, да? Что-то, по-моему, забыли про газ, ведь он очень технично ходит. АБЦ. Не, вы знаете, я в рамках АБЦ не торговал газ никогда. Я просто его покупал, когда он стоил дешево. Ну, когда я считал, что он стоил дешево, по 2,5 доллара. Были такие времена. Павел, так, видео по А4. Словом, очень нужно запилить, будем ждать. Столько лайков под вот этой идеей. Я вообще думал другое видео сделать на мастер-класс. Ну, посмотрим. Я вас услышал. Андрей, добрый вечер, как у вас можно поучиться? Ой, тяжелый вопрос. Я не могу здесь пиарить там свои курсы и так далее. Вы просто вот сюда напишите, открыть телеграм-чат по вопросам и пообщаемся. Может быть, это вам и не нужно. Может, я вас поучусь. Так, Александр пропечатал здесь второй раз. Понятно. В принципе, друзья мои, на этом все. Что из интересного? Вчера вышел мой очередной мастер-класс по трейдингу. Запрещенные форекс-стратегии. Судя по отзывам, видосик зашел. Посмотрите обязательно. Такую информацию точно в интернете не найдете. И обязательно напишите комментарии после просмотра этого контента. Напоминаю, что под каждым видео с моим участием есть группа ссылок. Одна из которых открыть счет по партнерской программе. Вы можете всегда перейти на актуальный сайт ИнстаФорекс. Вот прям как сейчас. И через эту ссылку, если вы откроете счет компании ИнстаФорекс, у вас либо не будут накапливаться свапы, либо будут счета с ультра-спредами. В зависимости от суммы, которую вы пополните. От 500 до 1000 долларов. Поэтому особые условия торговли доступны именно по вот этой торговой ссылке. Если у вас есть вопросы, пишите их в открытый чат в телеграм-канале, который также находится здесь. Там у нас уже народ прибавляется и прибавляется. Всем интересно. Общаемся не только по партнерке, но и так по новостям, по трейдингу в целом, по софту, по книгам. В общем, такой интересный чат получается. Сам не ожидал, что будет так прикольно. На этом у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Продолжение следует...